Всем большой привет! И сегодня у нас с вами обзор на косметику Flower Nouse. Flower Nouse это китайский бренд, который был создан двумя косплеерами. И да, мои любители Биэль, это два парня, которые являются парой. Возможно, вы видели эти фотографии, потому что они очень популярны. У меня здесь пять продуктов, и хочу сказать, что я переснимаю это видео, поэтому всё это я уже пробовала, тестировала. И хочу сегодня с вами поделиться впечатлениями. Конечно, мы всем этим накрасимся. У меня есть вот такой хайлайтер, который я вам уже показывала. Он был у меня в видео. Две упаковочки румян. Посмотрите, это из цирковой коллекции, а это из коллекции с единорогом. Коллекцию Рококо. Это, наверное, самая офигенная коллекция, которая у них была, по моему мнению, конечно же. Это палетка теней на пять оттенков. Тинт для губ. Сейчас мы это с вами всё будем открывать. Я, наверное, начну, скорее всего, с румяшек, потому что мы будем сразу открывать их и тестировать. Каждый продукт у них ещё вот такой штучкой защищён. На самом деле, я повелась на упаковку перед тем, как это всё покупать. Это произведение искусства, что создают эти парни. Посмотрите, это очень красиво. Здесь, конечно, ещё была плёнка, но я уже её убрала. Посмотрите, здесь на каждом продукте, у которого есть зеркало, здесь есть такая вот защитная плёнка, и она матовая. То есть... То есть вы здесь ничего не увидите. Я уже показывала вам внутренности этого хайлайтера поближе ещё в предыдущем, по-моему, ролике. В ролике с распаковкой. И сейчас тоже, конечно, покажу. Ой, ну очень красивый. Хочу сказать вам сразу. Это не те румяна, которые мы привыкли видеть. Какими-то яркими, насыщенными. Нет. Это совершенно не такая история. Потому что эти румяна, они... Ну, их еле видно. Я взяла очень какой-то нейтральный оттенок. Это больше для людей, у которых акне. Почему? Потому что они не яркие. Вот я сейчас немножко больше набрала, и немножко выделилась эта часть. Я просто именно сюда хочу вам показать. Выйти здесь, потому что, скорее всего, если я нанесу, больше вы не увидите. Хотя, возможно, вы и сейчас не видите. Потому что это очень такой морозненький оттеночек. Он не пигментированный, просто супер не пигментированный. Посмотрите на это. И действительно, он не подойдет большинству. Он очень холодный, морозный. Если у вас кожа теплее, вам не подойдет. Это будет выглядеть очень странно. Как китаянки, в принципе, азиатки. Они любят, когда у них такая белая фарфоровая кожа. Этот... Ой, он такой нежный. Мне нравится. Лично мне нравится такое. Он придает немножко такую холодноватость к коже. Немножко фарфоровая кожа. Может быть, видно. Это настолько натурально. Это будет очень красиво смотреться. Прям на очень светлых людях. Конкретно пустакно они точно не подчеркнут. Но такой оттенок нужен тем, кто действительно не любит что-то яркое. Очень странный оттеночек. Очень спорный. Потому что он такой, знаете, морозненький. И еле заметный. Чего-то такого прям ух они не сделают. Поэтому, если вы и не любите такое, вам и не подойдет. Я также и не советовала бы это брать тем, у кого также светлая кожа. Если только вы хотите такой какой-то эффект. Потому что тена румяна этих действительно очень кусается. Румяна классные. Но, возможно, другой какой-нибудь оттенок потемнее был бы уместнее и лучше. Но мне прям нравится. Потому что такой морозец. Как я люблю. Теперь давайте откроем вот такие румяна из цирковой коллекции. Вы готовы? Это очень красиво. Это не просто красиво. Это очень круто. Вы посмотрите, как это все сияет. Как это переливается. Это, если что, ноль первый оттенок. Знаете, почему я взяла именно этот оттенок? Сейчас вы все увидите. Потому что омре, несмотря на это, они ничего такого, в принципе, и не делают. Румяна, на самом деле, спорная. Я бы не советовала вам их брать. Они не дешевые. Начнем с этого. И они не создают какого-то эффекта вау, на самом деле. Я вот пытаюсь как-то, знаете, набирать это все вместе с этим градиентиком. Смешать это все, чтобы посмотреть, что это за оттенок. Ну и здесь они такие более, мне кажется, в теплинку. И они очень рыхлые. Они прям летучие. Посмотрю, что оно здесь очень тяжело сказать. Они такие спорные. И я бы сказала, что даже отдают в теплинку. Даже если они вместе. Пересмешение пальчиком нанести. Ничего тоже не видно. Почему-то. Ну такой, какой-то с холодком немножко. Достаточно такие обычные. Даже эта омбре не сделала ничего такого необычного, на что я рассчитывала. Но при этом оттеночек-то красиво у нас получилось. Да, посмотрите. Я поднялась чисто на этой омбре. Очень красиво. И иметь у себя в коллекции такое, я хочу. А пользоваться, скорее всего, не буду. Хотя, возможно, я буду пользоваться этой розовой частью. А этой нет. Потому что как-то мне не очень нравится, как это все сочетается вместе. Очень странный такой оттенок. И когда я первый раз тестировала, мне вообще показалось, что он отдает какой-то фиолетовый. На лице, на самом деле, этот оттенок очень натуральный. Как и предыдущий, только немножко поярче. Выбирая между вот этими двумя румянами, скорее всего, я бы выбрала, конечно, румяна с единорогом. Потому что мне больше нравится, что они такие незаметные, неяркие. А здесь они немножко такие странноватенькие. Но, возможно, потому что у меня такое омбре. Возможно, если я немножко так в синее уйду, больше синего наберу на кисть, то у меня и будет тот эффект, который я видела первый раз, когда тестировала эту косметику. То есть фиолетовый какой-то потом румян. Возможно. Интересно, но очень спорно, на самом деле. Давайте нанесем его. Но, потому что, ну раз уж мы уже начали с румян, давайте теперь попробуем нанести хайлайтер. Я уже говорила, это просто россыпь блесточек, которая очень красиво сияет. Вот этот хайлайтер, я говорю ему сто раз, да, потому что мне он нравится. Посмотрите на это. Ой. Посмотрите на это. Это очень красивая упаковка. Я не представляю, как можно было сделать это, если честно. Но мне очень нравится. Рисунок, который здесь находится, он рельефный. Тут даже была надпись, но я уже немножко ее затерла, поскольку раз его обсуждала в своих видео. Опа. Ребята, мне кажется, переборщила. Смотрите. Что такое? Это хайлайтер. Вообще, я люблю вводить его аж сюда, в висок, чтобы создавать такую вот блестящую, сияющую тень какую-то. Кто любит вот так вот ярко прям сиять, вам точно понравится. Ну вот, посмотрите, здесь прям такое вот... Я очень жирно здесь нанесла. Нет, это не повседневный хайлайтер. Однозначно. Очень много блесток. Очень сильно они прилегают друг к другу, поэтому... Если вы не любите такое сияние, вам, конечно же, это не подойдет. А мне очень нравится. Я такое люблю. Мне нравится, я могу вам советовать, если только вы любите очень сильное сияние, когда у вас прям такая роса блесточек, тогда вам точно зайдет. Теперь перейдем к палеточке теней. Очень такая долгожданная палетка, на самом деле. Я очень переживала, что могут перепутать. И прислать мне то, что я хочу. Красотка. Милая палеточка из коллекции Рококок. Посмотрите, какая она пастельная, очень красивая, такая клубничная-клубничная. Ну что это за упаковка? Это произведение искусства. Очень кусалась цена, потому что это стоило 2000 рублей. По-моему, чуть больше даже 2000. И поэтому я нашла за 1000 с чем-то в мультимагазине. Потому что я отказывалась на отрез платить за 5 оттенков 2000 рублей. Такая палетка, как видите, здесь тоже матовая пленка. И посмотрите, что-то видите, вот эти вот рефильчики. Они сейчас затертые, потому что я уже делала им макияж. Но до этого они прям повторяли ребра кристаллов. Это, как это назвать, грани. Наверное, грани. Может быть, это грани называется, грани кристаллов. Такой прям рельеф. Но это было больше заметно, когда она была вот прям новенькая. А здесь я уже его поюзала немножко. И вот этот рефил, вот этот, мне вообще не понравился. Хотя он неплохой, да. Но мне он не понравился, потому что он как камень. Этот сатин действительно лишь, наверное, набирать пальцем и всё. Не особо такой удобный для работы продукт. Но я уже вот нанесла, видите. Это как раз он сияет. Он не особо яркий, но на глазах он хороший такой акцент придает. Ну, давайте посмотрим её. Чем эта палетка мне понравилась? Во-первых, это была единственная, по-моему, цветная палетка. Цветовая гамма у неё очень приятная, пастельная. Я уже говорила, что тестировала данную косметику. Поэтому мне нравится то, что всё это прекрасно отдаёт пигмент без подложек. Ой, они такие приятные. Вот их трогаешь, у них очень классная формула. И не менее классный оттенок. Посмотрите на это. Вау. Дальше идут два оттенка розового. Посмотрите, один такой более розовенький, другой более персиковый. И розовенький он немножко потверже, чем персиковый. И, в принципе, наверное, потверже, чем остальные рефилы. Просто посмотрите, какие они вообще ваушные. Очень классная формула. Они мягкие, шелковистые. Я такие формулы люблю, чтобы они были мягкие, не были как камень. Вот самое главное, чтобы не были как камень. Потому что я ненавижу каменные рефилы. Я очень хочу, чтобы вы не покупали себе такие палетки. И вот, да, ещё один. Смотрите, какой красивый оттеночек. Можно потушевать ещё здесь немножечко. И если мы ищем такие оттенки, то, конечно, да, 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 мне очень нравится. Но ещё больше мне понравится, когда я сделаю и покажу вам какой-нибудь снимки макиняшек. Поэтому давайте уже начнём. Тене достаточно рыхлые. По своему оттеночку они напоминают мне мел. Вот смотрите, как они отдают прикольный пигмент. Как будто это действительно какой-то мелочек. Вот реально такой красивый, насыщенный бирюзовый оттенок. При том, что это всё без каких-либо подложек. Что мне уже как раз и нравится. И в прошлый раз этой палеткой, я вот первый раз тоже делаю макияж, что-то подобное. И мне очень понравилось то, что очень с ней так легко работать. Она такая прям приятная. И теперь давайте наберём голубой оттеночек. И попытаемся его как-то сюда втушевать. Но скорее всего, я думаю, что мы уйдём как-то... Может быть, бирюзовый вот сюда. Посмотрите, какой красивый глаз. Именно оттенки, которые отдаются этой палеткой, очень красивые. Несмотря на то, что у нас палетка состоит из пяти оттенков, я не могу сказать, что это палетка одного макияжа. Потому что здесь, возможно, очень много вариаций. Эти оттенки, в принципе, очень хорошо между собой сочетаются. Так, мне кажется, у меня сейчас будут дикие осыпания. Боже, какая нежнятинка. Вы посмотрите на этот небесный голубой. Сегодня у нас такая, да, весьма необычная форма, потому что я отсюда прям начала. И давайте попытаемся в очередной раз набрать на этот спонж эту сияшку. Ой, она такая прям, ну знаете, очень тугая, очень сухая. Я поняла, что сухие сатины я не люблю. Мне больше по душе что-то такое влажное, с мокрым финишем, что-то такое. Я это поняла, когда начала тестировать рут. И последняя палетка главная со скуби-ду. Потому что со скуби-ду это было нереально. Там очень классные сияющие оттенки. Я хотела бы, чтобы, наверное, в каждой палетке были такие сияющие оттенки. Потому что их даже легко наносить. Сейчас покажу вам кисточку. Хотя я уже в каждом видео говорю, но буду повторять и повторять это еще раз. Потому что такими кисточками, как вы можете видеть, она плоская и достаточно плотная. Ими очень классно наносить такие влажные, прям сияющие оттенки. Это прям вот одно удовольствие работать с ними. А вот с такими вот какими-то сухими мне вообще уже не катит. Видимо, я уже, знаете, такая немножечко разбалованная уже палетками. Давайте, наверное, сделаем уголочек персиковым оттеночком. Ой, какой здесь персиковый хороший. Посмотрите, как он хорошо отдал свой цвет. Какой нежный оттенок. Я не знаю, там видно, нет. Но, скорее всего, я наберу его пальчиком. Очень красивый здесь персиковый оттенок. Мне прям очень нравится он. На розовый оттенок ложатся более так плотненько. И не снимает цветной слой. Потому что эти розовые тени, они, наверное, самые непигментированные здесь. Очень нежные. И ими будет очень легко что-то подтушевать. И последнее, что у нас сегодня будет, это вот такой тин для губ, который стал моим фаворитом. Я в него влюбилась, девочки. Конечно, это не стойкая история, совсем не стойкая. Но это что-то нереальное. Очень красивый дизайн. Тоже из коллекции Рока Ко. И я уже планирую купить таких несколько. Это оттенок у меня S03. Пахнет он клубничкой. Ой, напоминает прям какую-то хуба-бубу клубничную, вот честно. Посмотрите на этот оттенок. Немножко такой с рыжинкой, как будто, да? Давайте нанесем на наши губы. Посмотрите, насколько это нежно передается. Это очень приятный тинт. Он очень приятно лежит на губах, ложится на губы очень приятно. И сам по себе напоминает мне какой-то бархат. Я уже им часто пользуюсь, и мне он очень нравится. Ну что ж, я уже полностью накрасилась, оформилась. Давайте посмотрим на палетку, что куда мы наносили. Палетка хорошая, действительно, за свои деньги. Но я бы не дала 2000, потому что можно купить палетку побольше на самом деле. Но мультимагазин меня реально выручил, поэтому где-то в районе 1500, наверное, 1600, 1700, где-то так. Мне очень нравится формула этой палетки. Посмотрите, насколько шелковистые оттенки, как они хорошо переносятся. И на глазах, посмотрите, здесь у нас бирюзовый был. Тут в серединке, конечно же, вот такой голубенький. Тут у нас тоже идет бирюзовый оттенок. Это нереальное что-то. Это очень и очень шикарное и красивое. Мне нравится. Даже если это пятерка, это очень качественная и годная пятерка. Сделали оттенки, которые действительно очень хорошо сочетаются между собой. Здесь нет никакого вверхиклазного, что это невозможно сочетать. Это освещение в ванне. Посмотрите, какой здесь красивый перерывчик. Это при дневном освещении вот так. Вот это однозначно 10 из 10. Советую очень сильно. Очень такая приятная шелковистая текстура. Бархатная, я бы даже сказала. Напоминает мне лак для губ от Эвраше. Только что-то более нежнее, что-то более комфортнее. Но если у вас есть лак для губ от Эвраше, то я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Это такая бархатная история. Очень классная. Вот ее я вам советую покупать. Пожалуйста, вот. Действительно крутой тинт. Если применить какой-нибудь купон, будет еще дешевле. А так я бы привела еще такие тинты. И, возможно, даже куплю их. Потому что это нереальная текстура. Это нереально. Посмотрите. Это очень приятная на губах. Я влюбилась. Я уже о нем все время говорю, что это не для всех. Наверное, я сейчас подробно как-то не буду на нем останавливаться, потому что это реально не для всех. Мы, скорее всего, здесь платим за упаковку. Посмотрите, здесь даже ангелы. Вы понимаете, что это такое? Это не косметика. Это произведение искусства. Мне очень жалко залазить на этих ангелочков. Как вы можете заметить, у меня уже здесь такая затертость есть небольшая. Вот на эту надпись я и залазила. В принципе, уже все время залажу, потому что мне очень жалко ангелочков. Румяна. Честно, румяна мне нравятся. Особенно вот эта. Здесь, наверное, вы даже не видите, что здесь какой-то есть оттенок. Розовенький оттеночек, который, наверное, вы не видите. Потому что его вижу я, но не знаю, как там при монтаже будет. Видно, увижу ли я что-то, не знаю. Но мне нравятся эти румяна. Я бы их советовала людям, у которых пост-акне. Таких румяна вы, наверное, на нашем российском рынке, скорее всего, не найдете. Все придает какую-то свежинку лицу. И на этом все. То есть какой-то пигментик у вас все равно будет. Но это будет не что-то такое яркое, вырвеглазное, с каким-то шиммером. Нет. Это просто матовые румяна, которые вот, ну, совсем чуть-чуть. У них есть такой оттеночек, чтобы, не знаю, как-то освежить лицо. Вот это вот, да, вот для нас, у кого вот пост-акне, это реальное спасение. Следующие румяна очень такие спорные, но тоже в очень красивой упаковке. Она прям всех так отражает. Красотка вообще. Ну, амбре и амбре, на самом деле, больше ничего такого в этих румянах я не вижу. Это, на самом деле, что-то необычное. И вот, если вы любите косметику коллекционеров, то, пожалуйста. Так, ну, я бы, наверное, такой вот оттенок, если честно, не советовала к покупке. Это, наверное, первый. Ну, не знаю, я бы как-то... Для меня, наверное, это более... Что-то такое более бесполезное, потому что таких оттенков прудит очень много. Именно если вы хотите вот такой вот, действительно, такой, знаете, в рыжинку. А вот с ним, это как-то при перемешивании, вот первый раз мне показалось, что действительно какой-то фиолетовый оттенок. Но это что-то необычное. Я бы, наверное, не советовала к покупке вот именно этот оттенок. Возможно, там другие румяна будут более носибельными. Но я взяла именно из-за этого градиента, и показалось, что это очень интересно. Именно этот оттенок румяна я бы вам не советовала. Может быть, я закажу еще и протестирую другие оттенки таких румян, потому что действительно очень интересная такая форма у них. Хочем бы показать заколку поближе. По-моему, она потрясающая, очень так дополняет все. Это, по-моему, тоже из коллекции Рококо. Ну, после этой косметики у меня очень такое легкое чувство внутри, и мне нравится. Ну, вот такая вот косметика, ребят. Пишите, как вам, что вам больше всего понравилось, и что бы вы хотели приобрести для себя. Ну, а я думаю, что я еще очень хорошо так закуплюсь у них. Ну, а на этом все, и увидимся с вами, как всегда, в следующем видео.